Вопросы видели, что некоторые коммерческие организации говорят, что сейчас Балаковцы могут принять инфестирование на COVID-19. Вопросы, какими тестами вообще пользуются частные организации? Какие тесты производства нам завезли? Потому что я знаю, что вот это Bios, System, Change Change, компания, и в Испании оказался в этих тестах, они слишком подали на огромную подвижность. Вот какие у нас завезли тесты и что в коммерческих структурах представлено? Можно ли им доверять? И как мы с ними взаимодействовали, если тест показал положительный, например, в организациях? На сегодняшний день я не могу вам сказать, какие тесты имеются в коммерческих организациях, потому что надзор за коммерческими организациями осуществляет Росздравнадзор. Мы контролируем свои лечебные учреждения. Тесты, которые пришли по линии Фосагра, пока что они находятся на хранении, но страна-производитель Швейцарии. Эти тесты однозначно сертифицированы, те, которые пришли по линии Фосагра, они сертифицированы разрешенными здравом. Все, что будет делать в последующем лаборатории, будет делаться тестами, которые будут предоставляться по линии Роспотребнадзора. Что касается частников, не могу сейчас сказать, это вопрос к Росздравнадзору. Это понятно, но все-таки оставшаяся часть вопроса. Частник прошел за свои деньги в любой организации. У него пусть неизвестно какие там тесты, адобные или неадобные, но у него положительный оказался. В любом случае прописано порядок взаимодействия медицинских организаций с Центром Роспотребнадзоров. То есть любая лаборатория, получившая положительный анализ, даже если он сомнительный, на коронавирус, обязана этот материал. Во-первых, они обязаны дать донесение в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, соответственно, пишет предписанию медицинским организациям по проведению противоэпидемических мероприятий. Определяет круг контактных. Что касается этой лаборатории, они обязаны, выявившись, они обязаны этот материал предоставить в вышестоящую организацию Роспотребнадзор. Роспотребнадзор имеется в виду лабораторию ФБУЗа, Центр гигиены, которые в последующем должны это передать в НИИ либо микроб, либо в Москву, либо в Новосибирский филиал вектор. То есть в любом случае частная компания обязана, это законом прописано, о санитарно-противоэпидемическом благополучии, так как ковид отнесен к особо опасной инфекции. И поэтому любой случай, где бы он ни был зафиксирован, обязан быть, должно было донесение быть в Роспотребнадзор для принятия санитарно-противоэпидемических мер. Если же это, так сказать, не проведено, это считается как распространение и дальше привлечение как по закону к административной и уголовной ответственности.